Во времена гонений нечестивого императора Диоклетиана, кровь христианская лилась рекою во всех областях Римской империи. Но, наверное, больше всего, страшнее и ужаснее, христиане преследовались в некомедии. Так предстала на суд к правителю некомедии Александру святая мученица Василиса, которой от роду было всего 9 лет. Но даже она, юная троговица, так смело исповедала свою веру во Христа, что все были удивлены таким благоразумием и такой взрослой стойкостью в своих намерениях. Правитель надеялся склонить к почитанию своих богов святую ласками и обещаниями. Но Василиса проявила непоколебимую твердость верности своему Господу. Тогда, не щадя и не считаясь тем, что девочка совсем еще ребенок, Александр обрек ее на длительные и изощренные мучения. Но благодатью Божией святая мученица осталась живой и невредимой. Такое явное проявление силы Божией сильно потрясло правителя, и он тоже уверовал во Христа, исповедав себя христианином. Приняв крещение от епископа Антонина, Александр в скором времени приставился, исполненный истинным покаянием. А вслед за ним мирно отошла ко Господу и святая Василиса, кончина которой сопровождалась чудесными знамениями милости Божией. 16 сентября. День памяти святой мученицы Василисы Некомедийской от Раковицы.